МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Игра со спичками обернулась для 11-летнего мальчика несчастным случаем. Куда ушли деньги? Незаконное соглашение на 25 миллионов рублей заключило управление ЖКХ Махачкалы с двумя коммерческими организациями. Рука помощи. Шех Ахмад Афанди встретился со студентом правовой академии, спасшим людей от гибели. Из уст живых свидетелей. Во всех регионах страны проходит акция блокадный хлеб в память о мужестве и героизме ревендации. Игра со спичками обернулась несчастным случаем для юного дагестанца. Накануне в Махачкале цокольный этаж многоквартирного дома содрогнулся от мощного взрыва. Как выяснилось, за считанные минуты до происшествия на этом самом месте играл со спичками 11-летний мальчик. О состоянии ребенка и о причинах возгорания расскажет Хадижа Гурбанова. В такой шине было, как будто дом подняли и прям бабахнуло. И такой запах серии как будто пошел. И чуть-чуть такой тумани, такой светлый дым. Вы сразу вышли, да? Да, я сразу выгружала, и люди здесь были. У меня дома все стекла в этих комнатах разбились. В первом здесь сидели я и мои три друга. И он там вот у этого дерева спичку зажег. Ему кто-то позвонил. Я не знаю, может, когда он кинул спичку, она потушилась, он пошел. Он ничего не говорил, так хочется, будто у него будильник прозвенел. И потом мы сидим, сидим, и через три секунды мы слышим взрыв. Детская шалость со взрослыми последствиями. 11-летний мальчик шел к маме на работу, но дойти до нее в тот день так и не смог. По дороге он из любопытства решил засунуть зажженную спичку в отверстие в стене многоэтажки. Но никак не ожидал, что поплатится за это цену из дороги. А это кто сейчас уходит? Он уже стал ушел. Сейчас он находится в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. Комментировать произошедшее родители отказываются. Врачи оценивают состояние больного как легкой степени тяжести. Ребенок находится в удалительном состоянии, ничего ему в жизни не угрожает. Ушибленные раны, ссадины и ожог на лице 0,5%. Нет, он еще обследуется. В принципе, жалобы у него таких особых нет. Я думаю, в течение недели все восстановится. Мальчик в саде и нам раскаивается. Говорит, никак не мог подумать, что все так обернется. Тетя же пострадавшего задается вопросом. Если взрыв произошел, значит была утечка. Подвальное помещение, куда попала спичка, находится в общедомовом пользовании. Жильцы хранили здесь бытовые принадлежности. Запаха газа, по их словам, они не чувствовали. Но почему же все-таки произошел взрыв, пытаются разобраться специалисты. Природный газ имеет свойство, если есть форточка, если есть окошко какое-то в этом помещении, где произошло, это запах, он газ, он улетучит, он воздух входит. Он не имеет свойства, он бы не сгорел. И даже обратите внимание, вот это, там где произошел хлопок, там паутина, она даже не обгорела. И поэтому сейчас говорить, что это от природного газа, это преждевременно. Несчастный случай с мальчиком потряс всю округу. Произошедшее явилось поводом не только для проверки исправности газового хозяйства и надежности коммуникаций, но и стало напоминанием о том, что спички детям не игрушки. Хадежа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Незаконное соглашение на 25 миллионов рублей заключило управление ЖКХ Махачкалы с двумя коммерческими организациями. Деньги должны были пойти на реконструкцию и починку дорог города в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Договор стороны заключили еще в 2018 году без проведения конкурсных процедур. Это нарушение прокуратура столица выявила месяц назад. Кто виноват и куда потратили крупную сумму, еще предстоит выяснить. По указанным материалам возбуждены два уголовных дела, которые расследуются в настоящее время по признакам статьи «Произвращение должностных полномочий». Сегодня день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И в эти дни во всех регионах страны проходит акция «Блокадный хлеб». Участие в ней мог принять любой желающий. Память о героических жителях Ленинграда, которые, будучи окруженными и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за свои жизни и жизни близких. Чтят по всей России. Ведь это одна из самых трагических страниц истории войны. Алина Багилова в продолжении темы. Акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о трагедии Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Целенаправленная блокада должна была уничтожить голода миллиона жителей северной столицы страны. Единственной надеждой на будущее в самые голодные дни блокады при новогодней месяце 41-го года был 125-граммовый хлеб. Минимальная норма выдачи именно он навсегда стал символом блокады Ленинграда. Самой страшной была первая голодная зима. Норма хлеба минимальная. 250 граммов рабочим и 125 граммов детям и еждивенцам. Хлебные карточки при утере не восстанавливались. Если кто-то в семье умирал, его не спешили хоронить, чтобы продолжать получать паёк. «Первый год ещё ничего, были какие-то запасы продуктов, ещё не всё было съедено, так что люди как-то ещё терпели. Второй год был тяжелее, а сгорели бадаевские склады, это с провиантом, с диверсией, была диверсия, да, и это всё сгорело. Поэтому выживали, очень много умирало людей. И зима выдалась, 42-й год, 41-й, 42-й, очень суровые такие годы». Из целлюлозы делали лепёшки, из кожаных ремней варили суп. Настоящим лакомством считался столярный клей. Обессиленные люди падали в снег и больше не вставали. С первых дней город непрерывно бомбили. Страшные цифры – 872 дня продлилась блокада, и за это время по измученному осадой городу было выпущено около 150 тысяч снарядов. Жертв было очень много, хоронить всех не успевали. Было принято решение сжигать. 630 тысяч ленинградцев не дожили до прорыва блокады. Это только официальные цифры. Но большинство историков считает, что жертв намного больше – полтора миллиона человек. «Символично здесь, так же, как и по всей стране, раздаётся суточная норма – 125 грамм хлеба. И раздаём памятки для того, чтобы не забывать подвиг героизма нашего народа». Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился со студентом правовой академии Ахмедом Курамагомедовым, спасшим людей от гибели. Водитель такси с двумя пассажирами в Солоне пытался увернуться от встречного автомобиля и оказался в канале Оксабрьской революции города Махачкала. Выходить из села Тлох Бутвикского района Ахмед был в этот момент рядом. Он, не раздумывая, бросился на помощь и спас людей. Шейх Ахмад Афанди вручил герою благодарственное письмо за смелость и самоотверженность при спасении человеческой жизни и отметил, что это поступок настоящего героя. В беседе с муфти Махмед отметил, что первым увидел опрокинувшийся в канал автомобиль и бросился в воду. В машине находились трое людей, водители и две пассажирки. Жители села Тлох тоже благодарим за такое воспитание молодежи. Я благодарю всех дагестанцев, особенно молодежь, которые, рискуя своей жизнью, выручают, спасают других людей. Дай Аллах, чтобы таких трагедий в Дагестане было мало, можно сказать, почти, чтобы не были. А если вдруг будут, чтобы таких сыновей стало побольше, чтобы выручать в тяжелых ситуациях. Я благодарен муфтию Дагестана Ахмед Хаджи Абдулаеву за то, что пригласил меня к себе, посчитал мой поступок героическим. Я считаю, каждый дагестанец так же поступил бы. Просто я оказался в нужное время, в нужном месте. В Дагестане в течение пяти лет на здравоохранение потратят почти 20,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта здравоохранения. На сегодняшний день в республике реализуются семь региональных проектов. Приоритетными направлениями остаются системы оказания первичной медицинской помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения. Основная часть средств пойдет на оснащение современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения. Все мероприятия планируются завершить до 1 декабря этого года. Иглоукалывание применяется на Востоке с древнейших времен. На сегодня это один из популярных методов лечения, которое во многих случаях позволяет избежать операции. Кому и чем полезна иглорефлексотерапия, решила узнать моя коллега Алина Багилова. Врач-невролог, иглорефлексотерапевт – это человек, встреча с которым неизбежна для участника соревнований любого уровня, причем как для любителей, так и для профессионалов. К тому же, такому коварному недугу, как позвоночная грыжа, подвержен каждый. Ведь поражают болезни офисных сотрудников и спортсменов, и людей, выполняющих тяжелую физическую работу. Многим грозит операция, или все-таки есть другой выход, и оперативного вмешательства можно избежать. Ибрагим Арсенович настоятельно советует по возможности избегать операций без жизненно важных для этого показаний и отдавать предпочтение в лечении комплексной терапии. Если брать статистику, то хочется упомянуть про заболевание позвоночного столба, которое превалирует у моих пациентов. В частности, конечно же, поясничный отдел, на втором месте у нас идет шейный отдел. К нам обращаются люди после аварии, люди, которые восстанавливаются после инсультов. Ими тоже мы очень углубленно занимаемся, и довольно успешно, уже довольно много лет. Занимаемся пациентами с грыжами позвоночного столба, с самыми сложными случаями, и попытаемся избавить от операций. Прикладываем все усилия, конечно же, с помощью новых технологий. Благодаря комплексному подходу нашим пациентам мы достигаем всегда результата, и в нашем центре мы стараемся принимать людей, которым исключительно мы можем помочь. Я спортсмен, занимаюсь спортом, и каждый раз бывает так, что я получаю травмы различные, и по сей день я обращаюсь к Ибрагиму, всегда он находит подход к каждой травме, и всегда меня лечит, ставит на ноги. Профессия врача неразрывно связана с добротой и милосердием, особенно когда используешь свои знания в области медицины во благо. Ибрагим спасает от боли и осложнений детей с диагнозом ДЦП абсолютно бесплатно. Я принимаю на бесплатной основе также детишек с расстройствами центральной нервной системы, ДЦП, ЗПР, задержка психоречивого развития детей с СДВГ. Работаем мы с ними довольно часто. В медицинском центре активно используют иглорефлексотерапию. Методика лечения считается одной из старейших и заняла прочное место в комплексе восстановительных мероприятий при лечении разных заболеваний. ИГУ не дает ничего побочного. Многие люди получают информацию из интернета абсолютно неправдивой. Аккупунктура существует 3000 лет. И за все это время не было никаких побочных явлений ни у кого и никогда. Зависит от диагноза и от состояния больного, который приходит к нам. Больные к нам приходят на любой сорт. Это и дистонии, это и грыжи дисков, это и неврологии, и щитовидная железа, и внутренние органы все, внутренние болезни. Все это лечится одними иглами. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И о спорте. Три золотые, по семь серебряных и бронзовых. С таким багажом медалей на родину из Красноярска возвращается сборная Дагестана по вольной борьбе. Итоги. С заключительного дня гран-при Ярыгин подвел мой коллега Курван Рагимов. Ему слово. Хорошо. Развязка в самом ожидаемом финале дня наступила во второй половине встречи. Более опытный Магомед Расул Гази Магомедов переиграл земляка из Хасавюрта Розамбека Жамалова. Так, махачкалинец, два раза покорявший пьедестал чемпионата мира, за полгода до Олимпиады утвердился в новом для себя весе до 74 килограммов. Однако вопрос, поедет ли он через две недели на чемпионат Европы, остается для борца открытым. Настраивался, как мог, потому что отсюда и рассматривают на Олимпийские игры, поэтому пришлось полностью вывозить. Ну, как в этом году такого состава, по-моему, никогда не было в 74. Здесь только чемпионы мира боролись. Сабову, Буран Алиёв. Также в финале боролся Розамбек Жамалова. Молодой парень, перспективный. С каждым днем набирает. Очень хороший, трудолюбивый. О нем можно говорить только хороший. Вот у нас задача была тут на этих соревнованиях заявить о себе, да, вот, ярко. Оказать не на равных схватках даже, вот, уверенно выигрывать, что он и доказал всем. А Розамбек молодой, очень крепкий, непростой борец, поэтому с ним тоже я доволен. Он четко поставил задачу, он выполнил, вышел, доработал в свои моменты, выиграл. Теперь будем дальше готовиться, начать от России, на Европу, если схватку дадут с Сидаковым. Вот, было бы хорошо, но не знаю, сейчас как сделают. В еще одном олимпийском весе лидер определился в упорной борьбе. Судьба золота решила предупреждение, полученное Дауреном Куруглеевым в конце равной встречи с борцом из Алани и Артуром Найфоновым. По одинаковому сценарию прошли две другие финальные схватки. Динамовцы Алихан Жабраилов и Магомед Хан Магомедов попадались на ошибках на последних секундах. Немного удачнее наши борцы выступили в малых финалах, где сумели выиграть четыре бронзовые медали заключительного дня. Таким образом, в активе команды 17 наград разной пробы. По этому показателю сборная Дагестана опередила всех своих соперников. Однако, по количеству золота впервые за многие годы уступила команде Алани. Ну, в принципе, в целом результат удовлетворительный, в целом неплохо боролись. Но есть вопросы определенным спортсменам разных из своих категорий, которые полностью не проявили, которые должны были, обязаны были выигрывать схватки и сам турнир. Конечно, когда привыкаешь постоянно выигрывать и бьем свои же рекорды, думаешь, что лучше, может быть, мы лучше, лучше, да. И поэтому не добрали, могло бы получше. Как обычно, приедем, будем работать над ошибками, улучшать результаты и готовиться к чемпионату России. Медалисты Яргинского гран-при сразу после турнира отправились на сбор национальной команды в Подмосковье, где первые номера пройдут финальный этап подготовки к чемпионату Европы. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Дагестанка Байзат Хамидова признана одним из самых ценных игроков этапа мировой серии по регби среди женских команд, который состоялся в минувшие выходные в Новой Зеландии. Напомним, по итогам прошлого года Байзат Хамидова была признана лучшей регбисткой России. Также в 2019 году Дагестанка добилась другого уникального достижения. Она стала первой представительницей российского регби, сумевшей совершить 100 попыток в мировой серии. Таковы новости на сегодня. Добрых вам вестей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин